В горах Кавказа произошел обвал. В Дагестане Кабарде и Черкесии устроили охоту на евреев и израильтян. Организатор ФСБ. Но Раша-СМИ стали проталкивать идею, что это устроили спецслужбы Украины. Раша-СМИ ссылались как на источник, на популярного в РФ непонятного военкора. А тут на свои источники в Украине, которые сообщили ему, что все это устроил Украинский Центр информационно-психологических операций, сокращенно ЦИПСО. Величайшая культура пробует сцапцарапать украинское изобретение, аббревиатуру и ПСО и выдать за свое, подвигав буквы. Когда в Новороссийске или Натамане произойдет землетрясение, в нем тоже обвинят спецслужбы Украины. Кремль уже второй раз за месяц пытается прислонить Украину к Хамас в расчете на еврейскую аудиторию по всему миру. Сначала был фейк о продаже Украиной британских противотанковых ракет «Эн-Лав» для Хамас. Теперь якобы украинцы устраивают европейские погромы на Северном Кавказе. Устраивают, несмотря на то, что украинцы и евреи там есть в количестве меньшем, чем статистическая погрешность. Устраивают руками кавказских националистов, с которыми доблестно борются ФСБ и прочие силовики. Новая кремлевская многоходовочка. Понятно, почему в ней фигурируют украинские спецслужбы и кавказские националисты, взявшись за руки. Понятно, почему в ней евреи. Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, еще в августе удивлялся, что РФ напала на Украину, но почему-то в Израиль приехало намного больше евреев из РФ, чем из Украины. А должно быть наоборот. Бродский объяснял это тем, что евреи в РФ ждут погромов, а в Украине не ждут. Можно было возразить Бродскому, что евреи из РФ уезжают не из-за ожидающихся погромов, а из-за мобилизации. Но погромы все же начались. Причем там, где сложно найти еврея, а не в Москве и Свято-Ленинграде, где предостаточно евреев, украинцев и мусульман, и не только с Кавказа. Ноу-хау Кремля, еврейские погромы там, где почти нет евреев, вызывает недоумение. Разумеется, если хорошо поискать, то везде можно найти хоть одного еврея. В 2010-м один еврей жил даже в Карабахе. Но один еврей – это не повод для погрома, даже два или три. В Кабарде и Черкесии именно это и предложили. Найти евреев и всех выселить с Кавказа, так как в Газе гибнут дети. Как в фильме «Ты еврея видишь, а он есть, и его надо найти и выселить». В Дагестане пошли другим путем. Стали ловить в аэропорту перелетных евреев. Объяснили это тем, что власть их не ловит, поэтому приходится ловить самим. Кремлю эти еврейские погромы без евреев потребовались для того, чтобы потеснить Иран и Турцию в конкурсе на лидеров всех мусульман. Сделать это можно только одним способом – объявить, что ты требуешь восстановления римской провинции Палестина, а соответственно выселения евреев и ликвидации государства Израиль, которые римляне переименовали в Палестину. Все, кто требует создания Палестины, могут претендовать на звание халифа, как защитника всех мусульман. Придуманная римлянами Палестина, их было даже три, это та идея, которая номинально объединяет чрезмерно религиозную часть населения в ряде мусульманских стран и заставляет считаться собой их правительство. По мнению московских политологов, кто станет главным покровителем палестинцев, тот на этом основании сможет строить всех мусульман и отправлять в джихад по своему усмотрению. Очень заманчиво в контексте того, что Китай не просто игнорирует Москву, а сам дает ей указания. Армения начинает посылать Москву следом за русским военным кораблем. Казахстан близок к этому и война глобального юга с глобальным западом явно не заладилась. Хунты Нигера Мали и Буркина Фасо за три месяца минимум четыре раза объявили, что они объединились в военный блок под эгидой Москвы, но на эти заявления уже перестали обращать внимание даже в соседних странах. В результате в Кремле отодвинули Китай на второй план, а Африку на третий и решили сконцентрироваться на мусульманских государствах, как на инструменте, который поможет захватить Украину, а если повезет, то устроить глобальную войну по переделу мира. Как считают в Кремле, подтянуть под себя мусульман наиболее реально через требования создания Палестины. Поэтому Москва отправила Хамас на войну с Израилем, а сама в этот день потребовала от ООН создания Палестины в границах 1967 года. Иран к нападению 7 октября никакого отношения не имел, так как за три недели войны ничего не сделал, чтобы воспользоваться возникшей ситуацией. Так не бывает, когда ты сам создаешь ситуацию. Зато Москва с первого дня пытается изо всех сил извлечь из нее бонусы для себя. Очень откровенно об этом сказал египетскому телеканалу Аль-Балат 29 октября Халет Машаль, ездивший в Москву в делегации Хамас и проживающий в Катаре, когда уехал после изгнания в 2012 году из Сирии за поддержку восстания против Асада и Баас. Машаль еще в 2006 и 2007 годах ездил в Москву за поддержкой в борьбе с ФАТХ и теперь он заявляет, «Мы рассчитываем на поддержку больших держав России и Китая. Русские выиграли от того, что мы сделали, так как мы отвлекаем внимание США от Украины и в Китае были поражены нашим успехом. Русские сказали нам, что то, что произошло 7 октября, будут изучать в военных академиях. Китайцы думают провести такой же план в Тайване. Арабы преподносят урок всему миру». Откровенней не бывает. Но в этом гениальном плане Кремля изначально есть много проблем. Прежде всего то, что Путин не мусульманин и Лавров с Шойгу тоже. Нет у них в политбюро и мусульманина, достойного стать халифом. Кадыров для этого подходит плохо и может в любой момент умереть по-настоящему. Москва как оплот истинного скрипоносия Второй Меккой тоже стать не может. Но это мало напрягает московских политтехнологов. Они сооружали и не такие фантастические конструкции из половцев и укронацистов. Гораздо больше Кремль напрягает, что кроме Ирана, Катара и Турции в покровителях Палестины в октябре были США и весь ненавистный московитам Запад. В Вашингтоне, Париже, Лондоне и многих других городах прошли многочисленные митинги с флагами Палестины, а в РФ ни одного. Байден требует тот, не Таньяху, соблюдать правила и обычаи войны, а мировые СМИ, особенно израильские, дружно пишут, что США связывают руки Израилю в проведении наземной операции в Газе. Москва только вякает что-то в ООН и принимает у себя членов политбюро «Хамас», но не показывает фактов всенародной поддержки Палестины. Получается, что Палестина нужна в РФ только Путину с Лавровым, а остальным россиянам безразлично, есть ли она или нет и в каких границах. Через три недели в Кремле поняли – это крупный информационный провал и решили его срочно зацементировать. Срочность обострилась тем, что Эрдоган 28 октября собрал в аэропорту имени Ататюрка на митинг больше миллиона человек, вышел в шарфике с флагом Палестины, погрозил Западу и объявил себя защитником мусульман и угнетенных. Вдобавок сказал, что отменил свой визит в Израиль, несмотря на то, что он даже не планировался. Эрдоган создал эффектную картинку, о которой написали мировые СМИ, чем красиво и непринужденно отправил в нокаут Москву и Тегеран. Всем стало понятно, кто настоящий друг Палестины и всех угнетенных в мире. Эффект усиливало то, что в Турции отмечали столетие республики, с чем ее и поздравила НАТО. В Тегеране обиженно пробухтели, что США перешли красную линию, стараясь перебить эффектный выход Эрдогана, а в Москве стали разыгрывать на Кавказе многоходовочку с охотой за евреями. Основным местом действия ФСБ назначила аэропорт Махачкалы, так как он на виду, и это не поиски евреев в горах Кабарды и Черкесии, которые никто не увидит. Был и элемент плагиата с Эрдогана. Для разогрева дагестанцев ФСБ написало в субботу на российском языке «краской на стенах бей яхудов». Потом стало объяснять дагестанцам, что это евреи в переводе с арабского и надо так их называть, иначе не Таньяху обидится. Вот в оборот новых иностранных слов, как плохих, фирменный почерк КГБ ФСБ. Кадырова, обещавшего направить своих воинов в ГАЗу, в операции не задействовали. Если в Чечне собрать толпу бить яхудов, то придется спасать Кадырова, и чеченцы будут оправдываться, что плохо знают арабский язык и не разобрались, кто такие яхуды. По той же причине отказались и от митингов в великоросских городах, даже в советском стиле с осуждением сионистов. Кто в РФ сионисты, все знают, и вряд ли бы все ограничилось поисками яхт Абрамовича и братьев Ротенберг. Чукчи, голосовавшие за Абрамовича, точно знают, кто продал Россию и не поделился. В Москве толпа после трелей профессора Соловья захотела бы посмотреть на Путина в холодильнике или в Кремле и проверить на ощупь, настоящий или нет. Но такое количество Путиных еще не изготовили. Поэтому митинг в поддержку Палестины провели только в аэропорту Махачкалы. Но так как он не хотел расходиться, не посмотрев на яхудов, то ФСБ и спецназу пришлось его разогнать. Редкие случаи, когда чекисты разгоняют митинг, который сами и созвали. В итоге ни один яхуд не пострадал, больше десятка митинговавших и силовиков попали в больницу в тяжелом состоянии и аэропорт закрыли на неделю. Нетаньяху обиделся, но не навсегда и санкции не введет. Однако даже в его партии Ликут стали задаваться вопросом, а не сменить ли коня на переправе, пока ВОЗ не утонул. Газета «Гаарец» и оппозиция настроены еще более решительно и хотят узнать, откуда у Хамас столько ракет, ведь Газа не такая бескрайняя, как РФ. Хамас понял, что за Палестину московиты могут разнести не только Махачкалу и дела с ними можно вести. Это вдохновило Хамас на подвиги, и он организовал в Газе погром складов ООН с продовольствием и гуманитарной помощью. Хамас дал понять, что если ООН хочет продолжать оказывать помощь, то распределять ее должен он, а не чиновники ООН. Вполне логично со стороны Хамас. Кто выдает продукты, тот и правительство в Газе. В стратегию Хамас могут вклиниться спецслужбы Украины, позвонить Эрдогану и предложить крупу и муку для сектора Газа, при условии, что турецкие военные корабли сопроводят зерно от Одессы до Босфора и дальше, а в Газе его разгрузку и раздачу будут контролировать турецкие военные. Болгария, Румыния и Турция уже месяц совещаются о совместной операции по разминированию западной части Черного моря. Самое время начинать. Минным тральщикам, естественно, требуются корабли охранения, и, возможно, эту роль возьмет на себя королева морей Британия. Тем более, что у нее когда-то был мандат Лиги наций на Транс-Иорданию. У Эрдогана хорошие связи с политбюро Хамас, а в том, что он умеет создавать эффектные картинки, все убедились в аэропорту. Да и Хамас грезит, чтобы в Газу вошли войска Турции, а не Израиля. Что касается ООН, то министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила в субботу своей стране выйти из этой организации, так как только 14 государств поддержали поправку к резолюции, где осуждалось нападение Хамас на Израиль. У ООН крупно повезло, что от нее требует восстановление только одной римской провинции Палестина, а не всех, включая Панонию с возвращением венгров на Урал. Восстановление Римской империи в полном объеме, как того хотел Муссолини, тоже никто не требует. Есть только желающие восстановить Российскую империю и Арабский халифат, которые пытаются договориться между собой.